здравствуйте с вами максим лютаев я повар от кофейни сейчас мы находимся на кухне постобара сейчас я вам покажу как делать бургер для этого нам нужно разогреть гриль ставим на среднюю мощность берем булочки кладем на гриль пока мы жарим булочки нам нужно разрезать огурец и помидор берем помидор помидор разрезаем на пол кольца берем огурец нарезаем на кольца берем фарш и нами с ваша нужно сделать котлет кладем булочки и жарим до золотистого цвета берем добавляем масло на гриль сейчас нам нужно обжарить котлету переворачиваем котлету пока жарится котлета нам нужно подождать две-три минуты все мы пожарили котлету берем котлету откладываем ее его на доску берем булочки одну булочку нужно обмазать майонезом во вторую кетчупом все помазали булочки Берем листья салата, кладем на булочку. Дальше нам нужно положить огурец. Дальше берем помидор, кладем помидор на булочку. Дальше кладем нашу котлету. И сверху закрываем булочкой. Берем наш бургер и кладем на тарелку. Готов наш говяжий бургер. С вами был повар от кофейни Максим Лютаев. Приятного аппетита. До скорой встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. И с вами снова Буяна Мяров. Сегодня мы поговорим о том, как можно накачать ягодичные мышцы. Это самая актуальная тема для девушек. Большинство людей, придя в зал, не знают и понимают, чем заняться. Сегодня я хочу рассказать вам, показать несколько упражнений, которые направлены на развитие мышц ягодиц. Первое упражнение называется лимонская тяга на тренажере Смиттер. Техника выполнения. Встаем прямо. И максимально отводим таз назад. Ноги ставим на ширине плеч. И носки смотрят вперед. Опускаем ниже колен. В этом упражнении работает мышца ягодиц и растягивается задний бицепс и бедра. Можно сделать 20 повторений по 5 подходов. Следующее упражнение называется разведение ног. Технику выполнения. Прижимаемся. И носки чуть-чуть опускаем. Ногу расслабили. И работают только ягодичные мышцы. Максимально разводим. Медленно сводим. И не до конца. Здесь делаем тоже по 5 подходов по 20 повторений. Наиболее эффективными упражнениями для развития мышц ягодиц являются выпады. И сейчас хочу показать один из видов, который можно сделать и в домашних условиях тоже. Вот. Тоже можете сделать по 30 повторений 4-5 подходов достаточно будет. Следующее упражнение тоже выпады с гантелями только на месте. Заднюю ногу ставим прямо. Переднюю ногу чуть-чуть. Носки повернули в сторону. Где-то 40 градусов тоже. И корпус чуть-чуть в наклоне. Опускаемся. Поменяли ногу. Уже на каждую ногу 15 раз. 4-5 подходов достаточно. Итак, друзья, сегодня я вам показал упражнение, которое направлено на развитие мышц ягодиц. И занимайтесь спортом. С вами был тренер Бояна Инаров. До скорой встречи. Всем привет! Меня зовут Алдна. Я флорист источного салона Света и Сахзана. Сегодня я вам покажу весенний букет. Для этого нам понадобится 4 хризантемы, 5 роз и упаковка. Начинаем. Сперва берем самую красивую. Опять же, все начинаем по методу спирали. Поправляем. Теперь закрепляем рабочей лентой. Теперь забираем нашу упаковку. Берем три упаковки. теперь берем нашу упаковку и пкет. все это закрепляем рабочей лентой. Теперь делаем юбку. Все это сворачиваем в гармошку. в гармошку. И все, закрепляем рабочей лентой. Теперь берем атласную ленту и делаем бантик. Режем на две части. Другая длинная, другая короткая. отвара. Теперь берем убираем ну ей в бендец. Поддерживая опять earthqu к Double слег too и спирى π Берем секат и отрезаем кончики. Вот такой вот у нас получился пышный весенний букет. Всем весеннего настроения. С вами была я, Алминай, флориста Светочного салона, Святая Сезанна. Пока! Здравствуйте! С вами я, Филиппов Никита Алексеевич, ветеринарный врач клиники Ветзаоцентр. Сегодня у нас в гостях собака породы тибетский мастиф. Зовут ее Матильда. И она любезно согласилась помочь нам в демонстрации чипирования животных. Вкратце о породе. Это одна из моих любимых крупных сторожевых пород. Почему любимых? Потому что она именно сторожевую функцию выполняет на 5+. Днем мы в основном спим, но при этом всю ночь мы сторожим честно до самого утра. Сегодня мы будем производить непосредственно чипирование Матильды. Мы установим ей электронный чип. И заодно, сразу при помощи чипридера, мы проверим функциональность чипа. Как вы помните, чип несет на себе 15-значный номер. Он уникальный для каждого животного. Размером он примерно с рисинку. И является идентификацией животного. Давайте, собственно говоря, покажем, как эта процедура проводится. И чтобы люди не боялись и не переживали, что чипирование – это очень страшно. Итак, приступим. В первую очередь специалист при помощи специального чипридера должен удостовериться в том, соответствует ли номер в самом чипе, регистрационному номеру. Для этого специалист включает его и сканирует чип прямо в игле. Чипридер показывает нам уникальный регистрационный номер. Мы его сравниваем с номером, который у нас указан в стикере. И понимаем то, что чип соответствует номеру регистрации. После этого мы непосредственно приступаем к самой постановке электронного идентификационного чипа. Итак, первое, что мы сделаем – это мы должны зону продезинфицировать. Почему? Дело в том, что обычно в ветеринарии при подкожных инъекциях не принято дезинфицировать зону инъекции. Потому что иголки очень тоненькие, и, как правило, никакого заражения, ни как правило, а вообще системно не происходит. При чипе мы зону обязательно дезинфицируем большим количеством спирта, потому что игла очень толстая. Значительно толще, чем самая, по сути, толстая инъекционная игла для шприцов. После чего врач аккуратно открывает защитный колпак. Чип при этом находится… Мы даже видим окончание чипа. Чип находится прямо непосредственно в игле, я вижу его треть примерно. Ну, размером в аккурат идеально рисовое зерно. Длиннозерный приз, грубо говоря. По размеру идеально соответствует. Чип сейчас находится в области холки. Однако обязан предупредить, что чип со временем может мигрировать. Поэтому не пугайтесь, если вы приехали в аэропорт, а сотрудник аэропорта при считывании электронного чипа не может его найти в области холки. Он может мигрировать. Наиболее частые места миграции – подмышечная впадина и, в редких случаях, паховая область. Поэтому в большинстве случаев специалисты в аэропортах, и те, они непосредственно работают с чипридерами, они к этому готовы, и они вам будут сканировать собаку всю. Также обязан предупредить, что если вы и ваша собака живет прямо под линией ОЭП, то, к сожалению, известны случаи размагничивания чипов и выхода их из строя. Но это прямо системное нахождение должно быть собаки под очень высоковольтной линией. В остальных случаях чип показывает свою устойчивость даже к достаточно сильным магнитным полям и в целом продолжает функционировать на протяжении всей жизни животного. Сегодня с вами был я, ветеринальный врач клиники Витзооцентр, Никита Алексеевич и собака Матильда. До свидания, до новых встреч. Здравствуйте, дорогие зрители! Это рубрика «Нумерология» в студии я и Нашел Чима. Напоминаю, что в прошлых выпусках мы рассмотрели значение чисел от единицы до пятерки. Сегодня же мы рассмотрим, какие особенности и характеристики у числа 6. Итак, это информация для тех, кто родился 6, 15 или 24 числа. Девизом жизни людей шестерок являются слова «красота», «гармония», «семья». И действительно, шестерку можно сравнить с прекрасным семьянином, человеком, которому крайне важны теплые взаимоотношения. Шестерка – самое эмоциональное число, что неудивительно, ведь ей покровительствует Венера, планета любви, красоты и гармонии. Поэтому представители числа 6 обладают такими качествами, как сострадание, эмоциональность, чувство вкуса, артистизм. Это прекрасные командные игроки, всегда готовые подставить свое плечо, поэтому их часто можно встретить в помогающих профессиях, например, врачами, учителями, социальными работниками, нянями, психологами и так далее. Врожденный артистизм часто приводит таких людей на театральные подмостки, сцену или кино. Окружающие любят шестерок за их открытость и постоянную готовность подставить свое плечо, поэтому они хорошо вписываются в те сферы, где важно общение с людьми. Однако люди-шестерки могут быть чересчур великодушными и добрыми. Люди могут этим пользоваться, поэтому следите за тем, чтобы не впадать в жертвенность, иначе это может обернуться разочарованиями. А главное, деятельность, ориентированная на помощь другим, должна приносить вам деньги. Не забывайте про это. Вы созданы, чтобы жить в комфорте, красоте и изобилии. А еще люди с шестеркой в портрете могут быть прекрасными дизайнерами, стилистами и вообще успешно работать в сфере красоты. Помните, красота и гармония – вот к чему стремятся все шестерочки. Так как люди с шестеркой в портрете всегда готовы протянуть руку помощи, иногда это может перерасти в навязывание своих советов другим. Будьте с этим осторожнее, не причиняйте добро, если вас об этом не просили. Кроме того, такие люди неисправимые идеалисты и часто доходят до абсурда в своем стремлении к справедливости или к перфекционизму. Помните, иногда небольшой изъян делает обычную картину шедевром. Итак, это была характеристика числа 6, и если вы родились 6, 15 или 24 числа, то она была про вас. С вами была Инна Шелчима. Всем хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!